Привет! Как дела? Я продолжаю рассказывать вам о том, какие мероприятия проходят в марте месяце в Лондоне. И так как многие мероприятия отменяются, я рассказываю на примере прошлых лет. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как проходит такое спортивное мероприятие под названием Boat Race. Это гонка по академической гребле между двумя университетами Оксфордом и Кембриджем, которая ежегодно проходит в Лондоне с 1829 года, за исключением лет Первой и Второй мировой войны. И в этом году гонка была отменена в связи с новым вирусом под названием коронавирус. Обычно эта гонка стартует в апреле месяце, но в этом году дата выпала на 29 марта. И я хотела показать вам свежий репортаж с места событий и рассказать уже на местности и показать, как всё это происходит в режиме Leaf. Но, к сожалению, мероприятия были отменены. И я поменяла билет и прилетела обратно в Россию, откуда и буду рассказывать вам дальше о всех событиях, которые должны происходить в Лондоне в это время. Но, к сожалению, всё пока что отменилось на неизвестно какой срок. Посмотрим, как будут складываться дальше события. А пока Boat Race. Так как гонка обычно собирает около 250 тысяч зрителей по всем берегам Темзы, где она проходит. А она проходит в западном районе Лондона и движется от района Патни до района Мортлейк. Её дистанция составляет 4,2 мили, это 6,8 километра. Более того, около 15 миллионов зрителей смотрят эту гонку по телевизору. И я думала, что в этом году, да, мероприятия не будет, зрителей распустят всех по домам и заставят сидеть дома. Но всё-таки спортсмены примут участие в состязаниях и её покажут по телевидению. Однако председатель клуба по академической гребле сказал, что нет. Ребята, я забочусь и о самих спортсменах, которые, к сожалению, конечно же готовились целый год к этому состязанию. Это очень тяжёлая нагрузка для спортсменов. Они каждый день тренируются по несколько часов в тренажёрном зале. Каждые выходные плывут по темзе и рассчитывают свои дистанции, свои силы и разрабатывают технику и так далее. Это был очень огромный труд. Но я не могу рисковать своими спортсменами, своим клубом, своими зрителями. В итоге в связи с коронавирусом на официальном сайте Boat Race появилась такая надпись, что они отменяют абсолютно всё мероприятие и гонка в этом году не состоится. Итак, как же проходила гонка в предыдущие годы, я могу рассказать и показать вам из тех фотографий и видеозаписей, которые я сделала в 2011-2014 году. Может быть, ещё когда-то ходила конкретно только на начало гонки, потому что само мероприятие, в принципе, ты и не видишь. Они стартуют с одного места, уплывают абсолютно в другое, ты же не можешь за ними бежать. То есть тебе приходится или смотреть по телевизору, или слушать по радио, как развиваются события в этом состязании. Поэтому я всегда ходила на старт только. Всё это действие происходит в районе Патни, где и находится основной, главный лондонский клуб по академической гребле. Туда приезжают абсолютно все университеты, выносят свои лодки и начинают свои занятия. Ведь помимо этой гонки происходят турниры между всеми абсолютно университетами Великобритании. Это называется Head of the River Race. Я делала репортажи специально для своих агентств с этих мероприятий. Но как бы именно это мероприятие, Head of the River Race, не очень знаменито и не так популярно. То есть это проходит между всеми абсолютно британскими университетами состязания. А Оксфорд и Кембридж всегда привлекают внимание абсолютно всего мира. Поэтому эта гонка, которая существует уже почти два века, с 1829, то есть в 2029 году, гонка будет отмечать 200-летие. В принципе, гребут всего лишь две лодки. Вообще-то, если честно, гребут четыре лодки, потому что с 1927, по-моему, года существует еще и женская команда. И два знаменитейших британских университета также состязаются среди женщин. Членов обеих команд обычно называют Blues, то есть синие. Потому что Оксфорд обычно представлен в ярко-синем цвете, а Кембридж в голубом. Участники обеих команд выходят на берег, выносят свои лодки, садятся в лодки и отгребают на стартовую позицию. Откуда в 5 часов вечера и стартует эта гонка. Зрители же после старта самой гонки могут наблюдать это мероприятие на больших экранах. Что с южной стороны Тензе, где находится сам клуб в районе Патни, что с северной из Бишопс Парка. Кстати, в Бишопс Парке еще организовывается такая площадка, где люди могут отдохнуть, поучаствовать в каких-то спортивных состязаниях. А также очень много привозится туда различной еды, которую они покупают, распивают пиво. И смотрят все на большой экран, где в прямом эфире показывается само мероприятие и каждый болеет за свою команду. На данный момент общий результат составляет 80 очков у Оксфорда против 84 очков у Кембриджа. Кстати, однажды была ничья, и Кембридж, и Оксфорд приплыли в одно и то же время, в одну и ту же долю миллисекунд, или я уж не знаю, в какой год это было и как там все это определялось. Но не смогли определить, кто из них стал первым. Никто не ожидает, что спортсмены приплывут в один и тот же миг. Потому что обычно дистанция между двумя лодками составляет от 10 сантиметров до километра. Но вот однажды не смогли определить, и поэтому каждому университету досталось по одному баллу в зачет. Так что пока лидирует Кембридж. Ну, в основном это, естественно, мужской результат. По женскому я ничего не могу сказать, потому что мужская гонка всегда на первом месте, она всегда во всех новостях. А женскую не так сильно озвучивают и представляют в новостных СМИ. Лично я всегда болела почему-то за Кембридж. Не знаю почему. И Оксфорд, и Кембридж отличные красивые города, очень красивые университеты. Я вам, кстати, покажу. Я в обоих городах была не по одному разу. Оба города мне понравились очень-очень. И всегда я была счастлива съездить туда или с друзьями, или с семьей и провести обычный выходной день там. Не знаю, почему Кембридж я выбрала. Может быть, потому что мне больше город понравился. А может быть, потому что я люблю Кембридж из королевской семьи. Или просто мне нравится голубой цвет. Но почему-то именно за Кембридж я стала болеть в этой гонке. Кроме того, в этот же день где-то, по-моему, на Спиттлфилд Маркет, это в районе Ливерпуль Стрит, проходит гонка среди козлов. И тоже называется Кембридж и Оксфорд. К сожалению, на такой гонке я еще ни разу не была. Очень бы хотелось попасть. Интересное событие. То есть, два козла бегут некую дистанцию. Один за Оксфорд, другой за Кембридж. Мне кажется, это очень интересное событие. Может быть, когда-нибудь и его я освещу. Если мир придет в свое нормальное состояние, откроются все границы, и мы снова сможем путешествовать. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok